Центр города, середина дня, аптека. Печально знаменитой настойки на прилавках нет, но продается. Сотрудница уверяет, только больным. Заходят, конечно, интересуются, потому что они сразу спрашивают, у вас есть ли боярышник и сразу какая расфасовка. Да, у нас бывает он 25 мл, их интересует 100 мл, естественно. Сразу мы говорим, у нас боярышник или закончился, или нет, или, пожалуйста, ваш рецепт. Достают из шкафа, отпускают по флакончику в одни руки. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет, без проблем. Киоск, журналы, газеты, игрушки. Рядом бутылочки. А настойка боярышника есть? А тоник медовый, что это такое? Тоник медовый? Это для волос? Это кондиционер, только для волос? Ну, дайте бутылочку. Буквально полторы минуты езды от аптеки, и мы стали обладателем вот такой вот бутылочки. Тоник медовый, содержание спирта 75%. Продается рядом с газетами и журналами, вот в этом вот киоске. Пить опасно, предупреждают производители на этикетке. Только вряд ли покупатель тоника использует его для ухода за волосами. Специфический жаргон продавцы понимают с первого раза. Ларек буквально в двух шагах от Следственного комитета. В качестве покупателей – ветераны-афганцы. Общественный патруль, несколько адресов и везде можно купить. Лосьоны для ванн – дезинфицирующие растворы и лекарственные настойки. Целый набор названий, суть одна. Удобная бутылочка и 75% спирта. Товар востребованный. В некоторых городах даже автоматы для продажи таких жидкостей появились. В Бердске их нет, не поступали к медикам и с отравлением метиловым спиртом. В декабре в наркологию Центральной городской больницы доставили 39 человек. Раньше их бы привезли в вытрезвитель, все были просто сильно пьяны. Тем не менее, врачи предостерегают. Опасна даже настойка из аптеки, на сердце влияет. Раствор из ларька – потенциальный яд. Из какого спирта он сделан, знает только производитель. Точнее обманывает. Вот, ну колесо.